моя тема именно то о чем я хочу поговорить с вами я сейчас езжу во многие страны мира сейчас вот тяжело так сделать в англию визу в австралию потому что меня там люди ждут именно с этой лекции это новая экономическая эволюция мира аббревиатура нами но сокращенно новая экономическая эволюция мира здесь вы видели я конечно людей поправлял чтобы убирали слово революция потому что к сожалению наша российская территория побывала не на словах а на деле в двух революциях сначала октябрьской 100-летней давности где ничего не изменилось только расстановка сил поменялась и расстановка приоритетов и мы знаем чем это закончилось крахом российской империи которая так на тот момент была великой державой сильнейшей державой ее разрушили к сожалению буржуазия которая думала что она будет управлять народом но не подумали что ленин такой вот сильнейшей личность которая управлять им невозможно и как бы развивались по новому пути наверное хорошо я думаю я вспоминаю советский союз иногда ну скажем с положительным моментом то есть сегодня мы понимаем работая в рыночной экономике что в советском союзе больше было положительного чем отрицательного хотя когда разрушился советский союз нам говорили что вот теперь у вас будет все только хорошо да помните это но за двадцать сколько почти за тридцать лет рыночной экономики мы поняли что не так уж что и хорошо это рыночная экономика потому что все равно это расстановка сил и приоритетов и особенно мы видим то что на украине происходит последнее время да ничего не изменилось все то же самое и где же говорю вот если территорию крыма да за эти сто лет три революции произошло до октябрьская затем разрушение советского союза и потом вот наконец-то возврат домой да через не знаю кто к этому относится ко мне в италии подошел человек сказал говорит а как вы относитесь к тому что это россия ну типа как-то аннексировала крым я говорю ну это вы так считаете я так не считаю я считаю на домой вернулась да как и как и скоро и вы вернетесь домой а потом сказал такую вещь говорю поймите я здесь другой целью с другой лекцией да и они создают все такие интересные моменты вот медийные для того чтобы подошли и задали этот вопрос мы начали с друг другом там бодаться потому что вы там с луцкая я с донбасса да и начнем доказывать друг другу нам говорю что с тобой делить вообще у тебя есть ко мне лично претензии нет у меня к тебе претензий нет так что нам с тобой вообще делить и поэтому мы должны быть очень сильными и скажем в позиции новой экономической эволюции мира одна из задач чтобы человек стал прогрессивной личностью который сможет адекватно понимать информационные потоки в медийной системе физического плана и энергетического то есть пощупать невозможно есть энергетические так называемые потоки это одна из задачи тоже в новой экономической эволюции мир так вот я почему ну так долго революция слово плохое революция это все разрушение и помните песни даже есть да мы этот мир разрушим а затем мы новый мир с как это с построим да кто был не кем то станет всем да и с одной стороны теория может быть неправильно кто был не кем то станет всем и есть в этом глубокий смысл она тоже и читает как бы труды карла маркса понимаю что изначально его предложение во многих вопросах были наверное достаточно хороши почему потому что главная цель была в тот момент его идеи управления государством чтобы народ был владельцем как предприятий а потом будущем государства да то чтобы он управлял государством и через сто лет на тот момент она невозможно было потому что кстати есть люди которые занимаются может быть энергиями эзотерическими практиками здесь есть такие люди тогда у меня но сейчас все больше и больше таких лиза вы меня поймете да сто лет назад не те энергии были чтобы людям рассказывать то что сегодня рассказываем мы и люди бы наверно не поняли сейчас наступило такое время и я даже вот будучи в италии я обалдел огромное количество людей занимаются эзотерикой энергиями там но разного направления то есть уходят от шаблонов которые были навязаны двадцатом веке и одна из задач человека который приходит двадцать первый век уйти от гомо сапиенса человека разумного да в гомо спиритус человека духовного но духовного это нравственно больше так сказать да и человека богатого так вот если говорить сейчас о теории нами которая будет приходить в практику и так почему эволюции почему новая экономическая эволюция мира старая экономическая модель которая сегодня есть в мире она показала ну скажем тот результат который мы сегодня наблюдаем во всем мире геополитический это проблема вот этой старой экономики старая экономика построена на принципах подавления и самый интересный момент отбирания да и сегодня то что происходит в мире мне напоминает знаете что когда вот кто знает как крысолова делают 10 10 крыс в бочку самцов самцов выживает один и потом борьба с крысами запускаешь крысолова и все вот то же самое сейчас происходит в мире ну мне так кажется может я ошибаюсь опять же я некоторые моменты буду говорить как субъективные точки зрения не объективно и субъективно мое личное мнение и та экономика которая была капиталистическая экономика она основана опять же на конкуренции на многих вещах подавляющих развитие как в целом экономики так и личности и я совсем недавно так задумался такой вещи представьте себе если бы ну предположим предположим да вот все люди живущие в крыму были бы совладельцами энергосистемы скажем крыма электросетей там газовых сетей ну пускай может быть и нефти перерабатывающих всех этих вещей да то есть вы пользуетесь электричеством вы пользуетесь газом вы пользуетесь горюче смазочными материалами правильно значит что получается интересный момент вы пользуетесь и вы получаете от этого еще прибыль ну представьте да вот такую ситуацию если даже государство решило поднять допустим тарифы но вам от этого только что больше прибыль больше дивидендов да и что получается в мире сейчас когда вот особенно запад от украины требует повышения тарифов в россии это все сдерживается пока здесь президент путин да я думаю пока не либералы поэтому здесь ситуация такова что она когда сдерживается и когда я был в иркутске я вообще обалдел и вот сейчас построят станцию здесь возле севастополя электрическую говорят что примерно тарифы будут как в иркутске в крыму не знаю насколько это правда но в общем в иркутске тарифы на электроэнергию 250 кажется за киловатт я гречу так дешево самый дешевый там братской газ а он говорит ну у нас самая дешевая электроэнергия и у вас электрокотлами можно вообще топить там бесплатно практически дешевле чем газом и нефтью скажем так но газа у них нет у нас с ним твердотепленные котлы в основном так вот и к чему говорю да тогда потребность в повышении тарифов она бы отсутствовала у государства почему потому что если бы все люди были совладельцами этих сетей ну подняли в два раза ну чем в два раза больше все зарабатываем да уровень жизни не изменяется а что происходит когда несколько владельцев так тех же энергетических сетей они поднимают тарифы класс который вот скажем мы люди имеем проблему потому что нам нужно все деньги платить только за то чтобы обеспечить свой быт уже не говоря там об одежде путешествиях и так далее да и таким образом старая экономическая модель она почему гриф подавление она основана на подавлении подавляет развитие личности потому что человек тогда думает о том как прокормить свою семью как где больше работать по 25 часов в сутки и уже не думает о другом ни о чем то что и нужно грубо говоря сделали такого раба но раба который сам захотел быть рабом ну скажем так и вот давайте теперь я буду рисовать на языке денег и на языке цифр сейчас мы с вами увидим что же такое и так вот первый рисуночек такой давайте представим вот есть разработчик альтернативной какой-то технологии технология которая принесет пользу практически 95 процентам людям на планете примеру да что происходило в двадцатом веке и на примере я приведу на примере очень известного такого ученого разработчика изобретателя вернее даже не ученого наверно и разработчика изобретателя николаса теслы слышали такое имя кто слышал такое имя а кто не знает кто это такой все знают ну здорово наверно с автомобилем тесла который появился на хочет не хочет все узнали кто такой николас тесла николас тесла разработал альтернативно на тот момент сто лет назад электроэнергию бесплатную практически то есть ты приходишь лампочку вот вкрутил не надо никаких проводов тянут ничего она тебя горит включил выключил да и все лампочку в руках можешь нести она будет гореть не на тебе фитиль делать и вот что произошло тогда тогда на тот момент был один из конкурентов николаса тесла и николас тесла у него работа лаборатории это эдисон томас эдисон известная личность кто тоже знает кто-то до лампочку изобрел там первую ну и так далее и великая личность скажу потому что тысячи опытов он проделал ему говорили у тебя тысячи неудач хватит тебе делать он говорит у меня тысячи опытов как нужно правильно сделать и на какой-то там тысячу сто какой-то опыт у него вдруг загорелась лампочка хотя лампочку говорят в россии зажгли гораздо раньше но исторически да и посмотрите что получается вот альтернативные то есть технологии какие-то да они существуют эдисон приходит к вернее тесла приходит к эдисон говорит смотри что у нас есть эдисон приходит к своему финансисту который его финансировал а кто финансировал его кто знает нет слышали такое имя как джи пи морган на тот момент джи пи морган это был великий банк инвестиционный банк крупные инвесторы вклад то есть он был таким вот достаточно гарантированным и крупные инвесторы приходили отдавали деньги эти деньги и шли по назначениям и отец джи пи моргана очень не любил затею джи пи моргана финансировать какие-то там разработки он говорит это не наше дело но он мечтал там он смотрел что вот появился там допустим один разработчик второй третий он хотел тоже привнести какое-то имя и он привнес именно его имя начали прославлять именно благодаря вот тому что он финансировал вот это создание электросетей и сети и вот когда эдисон пришел к джи пи моргану говорит вот у нас есть такие разработки он сказал забудь почему потому что на тот момент джи пи морган владела на сто процентов всеми добывающими заводами переработки цветных металлов медь а что мы знаем провода понимаете да значит приняв технологию тесла он остается без прибыли а еще и бесплатная энергия понимаете да что он делает он ее рубит хорошо николас тесла уходит к другому большому инвестору бизнесмену предлагает и грит я отдам все патенты тебе твоей компании лишь бы ты мне пообещал что ты действительно ведешь эту технологию я хочу чтобы технология была для людей вот эта дармовая потому что что они хотят это будет очень дорого и он согласился и когда это все начали разработки когда показали под чикаго разработку николаса тесла где весь город там практически горел от той технологии который был скажем аппарат да где он работал маленькие тоненькие проводочки шел чикаго и все чикаго горела тут сразу же джи пи морган понял что это серьезная проблема он пришел к тому бизнесмену там были серьезные наверно такие разборки как у нас девяностых и тот отдал ему все патенты николаса тесла николас тесла потом исчез в неизвестном направлении что проходило еще в двадцатом веке разработки двигателем на воде были уже известны в середине двадцатого века то кто разрабатывал кто приходил крупным инвестором исчезали бесследно просто исчезали создатели аккумуляторных батарей которые могли там решить многие вопросы разработчики солнечной энергии которые перерабатывали они исчезали 60 70-е годы они просто эти разработчики исчезали то есть я к чему это подвожу вот есть крупный инвестор капиталист скажем да приходит разработчик к нему и говорит у меня есть идея если эта идея не противоречит и не мешает его бизнесу и он понимает что на этом еще больше денег получит еще больше влияния на людей получит начало он финансирует и дает ему деньги если же он не получает пример с тесла мы видим и со многими разработками альтернативных технологий двадцатого века эти люди исчезли бесследно понятно да и что происходит дальше дальше на рынок выходит технология какая-то и есть так называемая я это называю группа потребителей потребительское общество но потребительское общество не в плане юридического лица потребительское общество в плане мы с вами все потребительское общество мы с вами потребляем электроэнергию мы каждый день с вами потребляем что воду мы каждый день потребляем с вами хлеб либо кто-то другое что-то потребляет может быть есть ну как бы сыроеды там вегетарианцы и так далее так далее но кто-то что-то потребляет да но мы каждый день потребляем сегодня что еще интернет, да? Поэтому интернет сегодня во всем мире и уже на него лапу насовывают и хотят его уже контролировать полностью. То есть мы с вами потребительское общество. Вот технология вышла куда? На рынок. На рынке она пользуется спросом и уже огромное количество людей на рынке пользуется. Вот этот инвестор получает колоссальнейшие прибыли, потому что все эти платят денежки и он получает, естественно, что? Обратно огромное количество денег. Потом этот крупный инвестор думает, опа, а как бы мне сделать так, чтобы я еще больше получил денег? А дай-ка я людям расскажу про инвестиционные возможности, где он может купить сегодня акцию, к примеру, за одну цену и через какую-то, а можно картинку какую-то нибудь красивую там со скайвея поставить? И через какое-то время акция вырастет и будет здорово, человек же будет как бы акционером, он будет как бы в доле, ему будет здорово, правильно, да? И получается какая интересная вещь. Они выходят на рынок, ну то есть, скажем так, фондовые площадки, фондовые биржи. Люди через пенсионные фонды, так называемые пенсионные, накопительные пенсионные фонды, потому что в Америке и на Западе, ну в основном Америка и Англия, это пенсионные фонды накопительные существуют. Если взять Европу и бывший Советский Союз, которые развалили у нас, скажем, пенсию оплачивали новые работники. Солидарно называется, правильно? То есть приходит молодежь работать, а старики получают пенсию. И расчет был такой, что старики выходят пять лет пожили там и умирают. А тут-то не тут-то было, люди начали здоровьем заниматься, начали жить там до 70, 80, 90, а то и 100 лет. А молодежи, которые платят налоги, нету. И вообще проблема. И вот на Западе решили, именно в Европе решили такую сделать гибридную, то есть вот эту солидарную такую пенсионную программу, которая немножко меньше, чем у нас, пенсионные отчисления были до развала Советского Союза и в Японии в том числе. И плюс накопительная система, обязательная накопительная система, то есть двойное налогообложение. Поэтому в Европе был очень сильный социальный уровень, очень сильный. Почему некоторые страны, там Швейцария, Финляндия, Дания, очень такие, знаете, социальный уровень очень высокий был. Но не сейчас, сейчас там проблема серьезная, потому что кредитов больших много. Я сейчас по кредитам мировым тоже покажу интересную цифру. И вот посмотрите, что происходит. Выходит на фондовый рынок, скажем, пенсионные фонды приобретают акции этих компаний. И получается, что этот инвестор, вложив, грубо говоря, один цент, вот так вот, да, один цент, вот тут на выходе получал, ну, как минимум тысячу долларов. За счет чего? Вот она технология, и потом вброс в рынок уже, когда цена сильно, то расти не будет. Ну, максимум, может быть, за 10 лет вырастет в три раза. И говорят, как? За 10 лет 300 процентов, это же супер вообще. Как они говорят, интересная такая вещь есть. Кстати, есть люди, которые изучали уже мои 8 правил частного инвестора? Есть, да? Есть люди, которые еще не изучали? Я вам рекомендую изучить обязательно. Я там говорю об инфляции. Я посчитал за последние 40 лет, вот смотрите, у нас инфляцию, ну, вообще западный мир, и мы подошли, как бы, Россия, инфляция в среднем там от 4 до 8 процентов годовых, в год, да, уровень инфляции. Но когда я прочитал за 40 лет за последние, начиная с 70-х по 2010 год, средний уровень инфляции в год составил примерно 126 или 135 процентов годовых. Представляете, да? Это вот если за 40 лет посчитать, это не 4,6 процентов годовых, которые, или 8, которые они нам говорят. Лапша на уши вешается государственным людям для того, чтобы они были темными в финансовом, финансационном плане. И вот здесь, когда выходят, тысячу заработали. Вот так вот работал 20-й век. И что происходило вообще в последнее время, и почему на фондовом рынке огромное количество, ну, скажем так, огромнейшее количество людей заработало состояние, особенно в инвестиционном бизнесе, и кто знает, что если человек работает на инвестиционном секторе рынка, этот человек становится достаточно быстро богатым. Кто-то слышал об этом? Ну, даже помните фильм там «Волк Уолл-стрит», помните там «Бойлерная», потом там еще есть многие, «Волл-стрит» два фильма, там первый, второй, вот кто видел, да, там очень быстро можно стать богатым. Почему? Купил акцию за 10 долларов, особенно до IPO, она выходит, стоит одну цену, допустим, недооцененная компания, потом выходит, и вдруг цена растет, 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 и суперспекулятивный рост. А потом такие кризисы, как 2008 год, показали, что рынок падает сумасшедшей скоростью. Почему? Потому что завышенный спрос, точно так же, как с недвижимостью. Но вот это было в 20 веке. И рынок уперся в тупик мировой. Почему? Потому что, ну я нарисую вот здесь такую пирамиду, вы поймете, да? С 70-го года была разрушена, скажем, экономическая модель привязки доллара к золоту. Кто слышал, что доллар был привязан к золоту какое-то время, слышали, да? Эта модель была разрушена в 70-м году, и начиная с 70-го года доллар стал в свободном плавании. И сегодня золото у нас стоит 1200 долларов примерно за унцию, хотя тогда стоило 35 долларов за унцию. Ну, говорят, реально, если доллар, вот действительно оценить доллар, который сегодня есть, он там вообще примерно 10-15 тысяч долларов за унцию. Понятно, да? То есть золото, оно не растет в цене, оно показатель, это можно так сказать, знаете, показатель инфляции мировой, насколько она есть. 35 долларов было, да? И сегодня 1200 долларов. А подходило до 2000, но его сейчас удерживают. Так вот, во главе этой пирамиды стоит доллар. Почему вот этот глаз у них там и нарисован. Потом второй уровень, это стоят фунт, это евро, это иена и швейцарский франк, не помню, как он пишется. Швейцарский франк, это так, валюта-убежище, это так придумано специально, то есть системой. Под фунтом все страны экономического блока Британии, в том числе Индии, под евро вся Европа, под иеной вся Азия, в том числе и Китай. Сейчас Китай вышел вроде бы как на эту же составную, но через юань. К чему это все показывают, почему говорю, что это экономическая модель финансовая, пирамидальная, узаконенная, кстати. Потому что любой валюта-обмен в мире, любой валюта-обмен в мире, есть такое понятие прямых котировок и обратных котировок. Что такое прямая котировка? Это доллар-фунт, там пара называется фунт, доллар-евро-доллар и доллар-юань, иена вернее, юань это и в Китае. Это прямые котировки. А вот если вот здесь вот стоит у нас рупи индийский, к примеру, либо австралийский доллар, да, и здесь российский рубль, значит, они обмениваются вот так, вот раз, два, и цена, естественно, выше. То есть с любого валюта-обмена в мире, а так как товары покупаются, продаются разными странами, да, и почему они сейчас раскалывают некоторые страны, Советский Союз раскололи, там много разных валют, да, там цель еще Россию расколоть, это будет еще больше валют в финансовом плане, да, еще больше валют-обменов, еще больше денег кому? Американскому доллару, понятно, да? Плюс американский доллар сделал так, что должна быть валюта-резервная запаса у каждой страны, и если ты не покупаешь долларов, ну, наша страна должна, обязана покупать обязательно американские доллары, то есть поддерживать американскую экономику, чтобы они с нами воевали, представляете, то есть мы им деньги платим. Это называется рабство стопроцентное, только финансовое, которое зависит на 100% от американской системы, от американского влияния по всем мире. И хотим или не хотим, эта система существует, она зашла в тупик, и очень серьезно зашла в тупик, потому что, чтобы вы понимали, есть, кто-то слышал, да, там есть G20, G10, ну, то есть 20 самых больших стран в мире. Когда я услышал эту цифру, я просто обалдел. Значит, 170, где-то с копейками, триллионов долларов долг G20. То есть все эти страны-должники, самые большие должники Америка, Китай. Ну, понятно, чем больше у них там экономика, понятненько, да? Но все должники. Кому должны? Сдаем вопрос, кому? Банкирам 10 семей, которые управляют. Ну, в общем, 100 там, но 10 головных, да? И эта экономика полностью была введена в 20 веке. Хотим или не хотим, мы живем в этой экономике. И все геополитические кризисы... По кризисам, вот, хотите понять, почему кризисы происходят? Ну, у нас 2008-2008, я вам нарисую такую вещь, чтобы вы понимали. Значит, смотрите, вот у нас был кризис 2008 года. Кризис был, помните, да? Ага. А до этого был 98-й год. Кто-то помнит в те годы, работал в бизнесе? Когда дефолт был в наших странах, а оказывается, во всем мире был кризис. А до этого был 1988-90-й, особенно 90-й, да, кризис. Кризис, каждый 10 лет, приближается 2018-й. Я заметил, я пережил 90-е года кризис, когда Советский Союз развалился. И они бы, если бы не развалился Советский Союз, Западный мир умер бы. Вот 100% умер бы. Почему? Рынок открылся для них. Но я помню этот кризисный момент. Так вот, почему я помню, а вы, наверное, все крымчане живут, тогда при Украине Крым был, помните, да? Помните, 92-й год, курс доллара вообще на тот момент, 90-е я занимался валютой, был моряком, и курс доллара был вообще 67 копеек за доллар у нас. Ну, это валютный доллар. А деревянный доллар стоил в среднем 15 долларов, 15 рублей за доллар. А вот в 90-м году он уже начал стоить от 18 до 30. А уже конец 91-го года, после Павловской, помните, когда полтинники-сотки он убрал, и за два дня должен поменять, как раз перед выходными. Помните это время, кто помнит, да? Я знаю, у людей там остались 50-ки-сотки, там по 100 тысяч рублей, по 50 у некоторых, у некоторых по 20. И в 2002-м году я пришел с моря, 2003-й, да. Ой, 93-й, 93-й, да. Курс доллара был 2000 тогда карбованцев. Я поехал сюда, в Крым, я себя чувствовал самым богатым человеком, потому что у меня валюта была. И я приехал летом, это был август месяц, значит, он уже был, я приехал, когда в Крыму, он был 4, а за 10 дней, когда я жил в Крыму, он поднялся до 26. То есть я иду сегодня менять 10 долларов в обменник, это одни деньги. Я меняю уже через неделю, за эти деньги, за 10 долларов, я не знаю, что я мог купить. Но это вообще было что-то с чем-то. И кто помнит это время, да, вот для валютчиков это было золотое время, для банков это было золотое время, для людей это было ужасное время. Ужаснейшее время это было для людей. Но к чему я все это показываю? Кризисы, они создаются специально. То есть смотрите, какая штука. По идее, кризис в стране должен быть тогда, когда идет вывод валюты. И чтобы государство любое развивалось, ей нужен приток валюты, ну приток денег. Кто могут давать деньги? Ну вот эти дяди, да, 10 семей. И откуда у них денег, никто не знает, но я вам скажу, откуда у них деньги. Я недавно, не только печатаю, печатать нужно, чтобы в основе какие-то были деньги, да. Иначе... И вот получается, так, надо отключить вообще. Кстати, я не сказал, там, вот вас тоже отключите, там, самолетик поставьте или на беззвучный. Хотя если беззвучный, не, лучше самолетик поставлю. И вот посмотрите, какая ситуация. Значит, получается интересный момент в этом во всем. Значит, нам нужны деньги. Ну, к примеру, вот Каталония отсоединилась, к примеру. Ну, в Испании, знаете, там Каталония хочет отсоединиться, да. Ей же нужны будут деньги. Она обращается к Всемирному банку реконструкции и развития. Дайте денег. Они дают денег. Нормальные люди. И тогда инвесторы создают инвестиционный климат, и деньги приходят для инвесторов. Идут рабочие места, производство, все супер, все хорошо. Но потом вдруг они считают, ух ты, у нас инфляция зашкаливает, что нам нужно делать. А для того, чтобы пришли деньги, учетная ставка должна быть высокая. И самый интересный парадокс в мире, значит, страны первого мира, у них учетная ставка на уровне 0,25-0,15%. Что такое учетная ставка? Когда деньги у инвесторов занимает государство, и потом внутри раздает эти деньги предпринимателям, бизнесменам и так далее. Понимаете, да? Поэтому у них депозиты в Европе и в Америке, там, под 2% годовых. Не депозиты, а кредиты, которые ты берешь, ипотеку, под 2% годовых, 1,5% годовых. А у нас почему 9, 10, 12, 15? Знаете почему? Потому что у нас учетная ставка уже 8%, 8,5%. Сейчас, говорят, снизят вроде бы до 7%. Но я думаю, на, так хочется сказать, на Бибулина, да, вряд ли, наверное, потому что она работает на, вообще на ФРС и на всю эту финансовую систему, она не работает на российское правительство, чтобы вы понимали. Она числится. То есть российское правительство платит ей зарплату, но начальники хозяева, у нее американский доллар. Поэтому она делает не то, что Владимир Путин ей говорит, а то, что говорят те хозяева. Не знали, да, этого? Пока? А? Да, потому что Горбачев продал нашу страну, а Ельцин помог. И мы начали зависеть Центробанк полностью от американского доллара и в Конституцию это вписали, кстати. И кто бы не пытался сейчас, только пытаются Конституцию переписать, чтобы у нас был свой Центробанк, который не зависел бы, вот как в Китае, он не зависит от внешних, да? Китай в этом плане молодцы и Северная Корея. Они сохранили эту, скажем, суверенность, финансовую суверенность. А Ельцин с Горбачевым продали по полной программе нас. Горбачев сначала продал все наши активы, валюты золотые, а Ельцин потом еще и Центробанк таким сделал. Это Конституция, поэтому брать ее можно, но придет новый, который будет еще, может быть, хуже. Поэтому здесь как бы не нам туда влазить, мы говорим о фактах, которые существуют. А что нам делать, мы сейчас поговорим вот с вами, что мы с вами, простые люди, можем сделать. Так вот, здесь ситуация какая, что Центробанк принимает деньги, гарантирует всем инвесторам, что да, у нас климат очень хороший. И помните, когда Ющенко там пришел к власти, 2004-2005 год, хотя до него уже было все много налажено, но пошли много инвестиций. Я, честно говоря, был очень рад, я даже за этого нехорошего человека стоял на Майдане там в свое время, да, потому что думал, что он действительно хочет привнести что-то полезное. А потом, когда русский язык запретили, я говорю, вот это да, мы за него стояли, он даже у нас не спросил, лишать ли ваш русский язык или не лишать. И тогда я понял еще, пообщаясь с некоторыми политиками, они говорят, так что ты, еще маленький ребенок, у нас просто смена власти произошла. И все. И вот посмотрите, что происходит. Значит, Центробанк, стране нужны деньги, деньги занимаются у инвесторов, в основном у этих десятки больших людей. Они большие деньги приносят, такие для ликвидности в эту страну, да, и под учетную ставку. Потом, почему кризис возникает? Потому что инвестор вдруг боится, какая-то политическая ситуация плохая, приходят коммунисты или еще кто-то там, или расисты, или нацисты, без разницы. И инвесторы, по идее, должны забрать деньги. Хотя за всеми этими фашистами, нацистами, расистами стоят вот эти же большие деньги. Так вот, ну, чтобы снять розовые очки, кто еще не знает. И вот получается интересный парадокс в том, что считает Центробанк по той схеме, которую обучают финансистов, у нас большая инфляция, аж целых 0,2%. Нам срочно что-то нужно делать. Что нужно делать? Учетную ставку сократить. Сокращают учетную ставку, естественно, капитал инвестиционный выходит из страны. Соответственно, люди не могут, предприятия оплачивать кредиты. Соответственно, шлейф не могут, они лишают работы людей, потому что предприятия банкротятся. Люди, набравшись кредиты, не могут оплачивать эти кредиты. Что происходит? Кризис. Понимаете, да? То есть они создают сами кризисы. Поэтому все эти кризисы, они созданы исключительно, циклично, государственными чинами. Ну, чтобы вы понимали. И государственной финансовой системой. А государственная финансовая система входит в мировую экономическую систему. Понятно, да? И вот это происходит такая вот интересная, парадоксальная вещь. И вот откуда же деньги в этой десятке? Недавно я начал изучать эти все семьи самые великие. Откуда же у них деньги и чем они управляют? Оказывается, они управляют практически всеми пенсионными фондами мира. Главными пенсионными фондами, в разных странах пенсионными фондами. Представляете, они берут у пенсионеров деньги, пока еще не у вас с вами, уже у украинских будущих пенсионеров, европейских, американских, южноамериканских, японских и так далее. Берут эти деньги в управление, и потом они распоряжаются деньгами и говорят, а мы же крупные инвесторы, мы куда хотим, туда и даем. Ну, это не наши с вами деньги, а американских пенсионеров. Представляете, они говорят, а мы куда хотим, без вашего вопроса, туда и даем. Мы же суперуправленцы, а мы придумали эту пенсионную систему, чтобы вам сказать, что когда вы выйдете на пенсию, у вас будет все хорошо, вы будете ездить путешествовать, вы будете жить как в раю. Вот отработай 40 лет в технологическом мире в 20 веке, а выйдешь на пенсию в 21-м, и все будет хорошо. Но президенты меняются каждые 4-5 лет, а те, кто управляют деньгами, они за эти 40 лет, или за 50, или за 60, привыкли к этим деньгам. И есть главное правило в инвестировании, что если ты не управляешь своими деньгами, ими управляет кто-то другой. А если кто-то другой управляет, он привыкает к этим деньгам, и потом считает, что это его деньги. И создает всякие интересные, скажем, ситуации, при которых не отдать тебе деньги. Что сегодня уже происходит с американскими пенсионерами? То есть они вышли, почему продлен пенсионный возраст? Кстати, слышали об этом, да, что пенсионный возраст и в России уже тоже продлевают. Везде продлили его, в Европе, потому что кризис, по идее, американский доллар должен был умереть с 2013 по 2017 год. Но они продлили пенсионный возраст на 4, на 5 лет. Для чего? Чтобы пенсионерам не дать деньги. С чего состоят пенсионерные деньги? Пенсионные сертификации состоят из активов государства. Если это Европа, к примеру, Германия, значит из активов Мерседес, акции Мерседеса, акции БМВ, акции технологических компаний. Если это Америка, американские. И американский фондовый рынок, почему стал такой вкусный по привлекательности? Потому что, как они сказали, это гарантированный рынок. Вот куда бы ты ни инвестировал на NASDAQ, на NICE биржи, значит это будет все здорово. И все же туда инвестировали. А еще и как вот они золото забрали у Европы, они сказали, рядом Россия, Советский Союз, в любой момент войну начнут и заберут все золото. Давайте золото будем хранить у нас в Америке. Знаете это, да? И потом, когда Германия сказала, мы хотим свое золото забрать, они быстрее канцлера поменяли. Того, кто не хочет тоже забрать золото. И там, наверное, уже золота нет, покрашенные, может быть, эти кирпичики. Вполне вероятно. Но смысл в чем? Они продлили пенсионный возраст. И 2018 почему критичный? Потому что 2018 год, серьезный кризис для американской финансовой системы может вступить. Потому что уже их внешний долг такой, что ВВП даже не перекрывает. Хотя, опять же, повторюсь, возвращаясь к той пирамидальной системе, доллар получает от любого валюты обмена в мире. Но это же не американская система. Доллар то печатают частные банки, они не относятся, ФРС, Федеральная резервная система, она не относится к государственному управлению Америки, как и Российский Центробанк, не относится к управлению государственной системой России. А он относится и владельцы вот этих 10 банкиров мировых, картель мировой. И посмотрите, что происходит. Вот видите, даже компьютер у меня поломался, может, энергетический, они мне сломали компьютер. Но я могу вот так вот говорить, по крайней мере, рисовать. Шутка, шутка, что-то подумают. Так вот, посмотрите, что, ну, кто знает, к эзотерике, там же Грегоры есть, может, они там что-то начудили. Переходим дальше. 21 век. И рассматриваем точно так же. Разработчик альтернативный какой-то технологии. Ну, к примеру, свет дешевый, да? Либо там мусора у всех много. Знаете, что мусор — это сегодня проблема вообще всех, да? Представляете, переработка мусора, да, там, пришел, вкинул в этот мусоропровод, он куда-то ушел, и электроэнергия бесплатная. А еще и тепло. Ну, представляете, да? Либо другие какие-то разработки, разницы нет. Что происходит? У него есть два момента — обратиться к крупному инвестору, капиталисту, крупный инвестор, капиталист, да? Либо другая ситуация, есть те же потребители, то есть мы с вами потребительское общество. И вот этот разработчик альтернативной технологии может обратиться напрямую к людям и сказать, ребят, вот я это разработал, вот я это, ну, как бы, произвел сейчас, вот мне нужно это произвести, вернее. Это все работает, у меня уже есть образцы. Давайте-ка, кто хочет, я вам дам вот в будущей компании долю в компании. Что люди, люди, по идее, кто хочет, а так как свет все равно тебе нужен, тепло тебе все равно нужно, почему бы не воспользоваться, кто-то берет и говорит, да, мне это интересно, и каждый, как говорится, пословица с миру по нитке, так называемые микроинвесторы, какими-то суммами могут профинансировать разработчика альтернативных технологий, чтобы он это произвел, но в обмен на долю в этом проекте. На долю не в этом проекте, а на долю вообще этой технологии. Ну, как приведу простой пример, если бы, представляете, там, разработчик, ну, у меня не Apple, ну, Apple, знаете, да, он бы 40 лет назад сказал бы, ребят, дайте мне денег, сколько не жалко кому, и у вас был бы кто-то знакомый, или вы знали бы Стива Джобса и дали бы, кто доллар, кто 5 долларов, да, там, и сегодня каждый проданный телефон, который, там, технология, вы бы получали дивиденды. И такой пример есть, знаете, что с Apple организовали три человека, Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн. Рон Уэйн, друзья были. Рон Уэйн тогда продал свою машину за 800 долларов и вложил денег. Через примерно месяц он пришел и говорит, я не верю в вашу затею, верните мои деньги. Ему вернули 800 долларов через какое-то еще время. Сегодня 800 долларов, которые тогда он вложил, стоимость этих 800 долларов примерно 70 миллиардов долларов. Представляете, да? То есть, грубо говоря, если ты бы доллар вложил, то вот разделите 70 на 8, да, это примерно там около миллиарда долларов, один доллар бы вырос в цене. Это не называется, что это он теперь столько, он вырос в цене, за счет чего? Компания выросла. Капитализация компании выросла. И вот эти 800 долларов, вернее на 800 это получается около 100 миллионов, около 100 миллионов, да. И вот эти 800 долларов дивидендов примерно дают, вот если бы один доллар, примерно дивиденды вы бы получали где-то от 1 до 2 миллионов в год. Представляешь, доллар вложил и получаешь сейчас 1 миллион, 2 миллиона в год. Понимаете, да? Вот это простой пример, но чтобы вы понимали. Точно так же вот последние примеры, кто скажет, ну Apple единственный. Да он не единственный, таких примеров много. Google компания. Ну только Сергей Брин и второй парень, создатель Google, они пошли к крупному инвестору, который был дальновидный, понял, что он дал 100 тысяч долларов, сегодня эти 100 тысяч долларов стоят, ну, больше 2 миллионов долларов. Больше 2 миллиардов долларов. 2 миллиардов долларов. С доходностью достаточно высокой. Так вот, посмотрите, что происходит. Тогда, когда технология выходит на рынок, а для тех, кто не стал совладельцами этой технологии на рынок, они пользуются, эти люди, к примеру, часть стала, а эти потребители, ну не стали, не поверили, да. Но они пользуются по-любому. Правильно, да? Вот эти люди теперь получают дивиденды. Понимаете, да? Не вот эти, которые могут заблокировать, а именно эти. И гарантия того, что, почему гарантия, что будет работать? Потому что здесь 100% какая-то часть людей уже является потребителями этого всего. Приведу пример, простой пример приведу, да. Сельское хозяйство. Ну, простой пример. Я почему по сельскому хозяйству привожу? У меня один из бывших родственников, очень известный животновод в мире. Ездил в Америку в свое время, учился. Его очень знают. У него школа своя в Липецке есть по животноводству. Именно молоководство. Как правильно сказать? Это тоже животноводство или нет? Ну, молочное животноводство. Он все знает о нем. Уже где-то, наверное, старше у него 50 лет стажа. Ему 55, ну, 56, ну, 55 лет стажа. Он 6 лет коровам крутил в эти. Он все знает об этом. Как кормить правильно, как надоест делать. Там до 40 литров, до 45 литров в сутки можно. И не так, как в анекдоте. Знаете анекдот? До 45 можно, но только одна вода будет. Знаете эту анекдот? В советское время было, когда приходят, говорят, ну, вы там такие надои делаете, там, на доске почета. Говорят, а можно ли там 30 литров молока в сутки давать? Можно. А 35? Там можно. А 40? Там можно. А 45? Можно. А 50? Можно. А 60? Там можно. Ну, а у него не так. То есть, правильное кормление, там, я когда изучал этот вопрос, я потом его консультировал, говорю, Эльман, ты, говорю, неправильно, ты подходишь к людям как инвестор, а не бизнесмен. Им купил подешевле, продал подороже. Вот в их голове. Они спекулятивный способ мышления многие имеют. А нам показать как инвестор. Так вот, как инвестиционное предложение, я в шоке был. Просто великолепное. То есть, 10 миллионов долларов, это тысяча поголовья скота, да? Через полтора года уже молоко может быть. Молоко может быть через полгода, когда построили. А через полтора года уже новые телочки могут быть. Представьте, прирост. Минимум 10%. А еще через пять лет, в общем, она когда телку, как это, окатилась, да, или как правильно называется, да? Отелилась. Да, окатилась, отелилась. Отелилась, через примерно полгода она может давать полтора-два года 45 литров надое, а потом уменьшается. А потом ее там на мясо, да, там, и все остальное. И все это продается. Я когда посчитал с цифрами, я просто обалдел. И говорю, слушай, так это суперинвестиционное предложение. Через пять лет ты имеешь на вложенный капитал, чуть ли не 150% годового дохода. То есть, фактически, да? И, ну, когда он мне объяснил. Так вот, представьте себе, вот это молочная ферма, да? Кто-то хочет организовать. Он супер, там, проф-профи. Мы его финансируем, простые люди. Появляется молочная ферма. Появляется прибыль. Он говорит, давайте еще и завод свой молочный сделаем, да? И потом, а давайте везде по супермаркетам эту продукцию. И потом, кто является инвесторами вначале, они могут потреблять только эту марку, которая есть в этом округе, да? В этой округе. И они что? И имеют прибыль. Чем больше потребляешь этого, тем больше прибыли имеешь. Простой пример еще с супермаркетом. К примеру, в вашем регионе, где-то здесь, там, в Симферополе, в Севастополе, в любом, да? Какой-то район, обошли всех людей, говорит, вот я там имею уже супермаркеты, да? Давайте сеть сделаем. Я обращаюсь к вам, да, профинансируйте. Будет то-то, 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 я готов поделиться 50% прибылью. Ну, как пример, да? Значит, у людей, которые в этом районе живут, будет стимул идти только в этот супермаркет, только здесь питаться, потому что они таким образом получают еще больше дивидендов. А прибыль, чтобы вы понимали, если говорить о супермаркетах, ну, примерно 7-8% в месяц на вложенный капитал. Банк сколько дает? 7-8% в год. А тут 7-8% в месяц, заметьте, да? Если по молочным фермам, я считал, так там где-то, получается, ну, первые там полтора-два года не будет прибыли, а потом там доходность примерно в месяц от проданных этих продуктов, если ежемесячно считать, да? Ну, примерно там будет до 50-60% в месяц, вернее, в год, а через три года, 150% годовых, это получается 12%, да, 12,5% в месяц. Ну, понимаете, а еще и растет, а еще и компания может расти, еще акции компании могут быть, ну, к примеру, как пример. И вот эта система новой экономической эволюции мира, она может позволить любому человеку, как и писал в свое время Карло Маркс, да, о том, чтобы быть владельцем предприятия, быть потребителем этого предприятия и таким образом еще и участвовать в управлении этого предприятия. Ну, в управлении в каком плане? Что одна из главных факторов, мы тогда разработчику или организатору говорим, что мы не влазим в управление, ты, пожалуйста, управляй, но мы будем жестко контролировать и проверять. Если украдешь хоть копейку, то мало не покажется. Ну, понимаете, да, народный контроль так называемый, да, который, кстати, в советском время народный контроль очень сильно боялись. Очень, кто помнит. Так вот, эта система, почему она еще может быть очень сильной? В этой системе, если сделать по тому способу, который был в 20 веке, тут же тоже было акционирование, управление, ну, все то же самое было, да? Но почему эта система не сработала? А в управлении многих компаний, вот здесь компания организовалась, управление, оно воровало попросту-напросто деньги у своих же акционеров. Я ехал в машине, я приводил пример, недавно узнал, ну, как недавно, уже года полтора назад узнал, и для меня это как осенило такую вещь, что один из знакомых у меня приехал в Москву сделать инспекцию одной энергетической компании американской, и нашел воровство на 250 миллионов долларов. Это только по России. А еще есть Украина отдельно, Казахстан, потому что у них во всех странах есть свои филиалы. Когда он доложил своему шефу, который его послал, а шеф один из управленец именно европейского направления, ну, в восточном направлении, Европа-Азия, я говорю, такое ощущение, что меня послали проверить ту ли сумму у воровали, которую отчитались за ворованную сумму. Я говорю, да ты что? Он говорит, да. Я так прикинул, представляете, только в одной стране, а по всем странам. Эта компания, она акционерная компания. Представляете, да, сколько денег воруется у инвесторов. Это же реальное воровство. Вот почему, когда они приходят становиться чиновниками, они с легкостью красиво воруют деньги. Потому что он уже знает, как воровать, схемы все отлажены. Это западный мир. Говорят, что у нас воруют, да там воруют еще похлеще. Так вот, к чему это все подвожу? В этом 20 веке система инвестирования была основана на спекулятивном способе мышления. Купил за доллар, продал за 10, вау, все супер-пупер, я суперинвестор. Я помню времена, когда Советский Союз разрушился и пришел к нам инвестиционный бизнес с начала 2000 года. И когда, куда бы ты ни вложил, даже в Украине, не говоря о России, в России это вообще был сумасшедший взлет. В Украине покупаешь, я помню, я разговаривал с человеком, он говорит, я инвестор со стажем там 8 лет. Он говорит, с 99 по 2008 год, ну то есть 10 лет или 9. А я говорю, в каком плане? Он говорит, я прихожу к брокеру, говорю, а какие есть у вас акции самые дешевые? Он говорит, ну какое-то предприятие там, не знаю, химволокно какое-то там в Днепропетровске, там акция стоит там 10 копеек, даже не гривну. Говорит, через 5 лет, смотрю, уже она стоит 5 гривен. Представляете, по 10 копеек купил, по 5 гривен уже можно продать. Ну, минус комиссии брокеру, и тогда люди простые не могли купить, тогда в основном покупали фирмы, компании могли покупать. А с 90-го года открылась возможность, если говорить в России, то там физические лица на фондовом рынке могли уже с 2001 года покупать свободно акции там Газпрома, Лукойла, Норникеля и так далее, и так далее. И российский рынок вырос очень быстро за счет спекулятивного способа. То есть пришел, купил акции, рынок растет, все, ты продал, и ты инвестор. И этот спекулятивный способ мышления переложился на недвижимость. О, дай-ка я сейчас строится дом, куплю недвижимость, построится, я продам. И вот все такие покупают, а кому продавать? А продавать-то некому. И вот этот 2008 год показал, и кто смотрел фильм «Ставка на понижение» про недвижимость? Вот не смотрел, посмотрите этот фильм. Вот там четко показывается спекулятивная вещь, где банкиры говорили, недвижимость никогда не упадет в цене, она будет стоить одинаково. И потом обрушилась ниже плинтуса. Все почему? Потому что, знаете, у них даже назывались силиконовые сертификаты на недвижимость. У них там, посмотрите, знаете, что это такое? Силиконовый — это значит искусственный, правильно? Сертификат на недвижимость. Я, кто на фондовом рынке работает, это примерно как фьючерс на… Фьючерс есть поставочный, ну, к примеру, фьючерс на нефть, фьючерс на зерно. То есть это реальный товар лежит, да? А есть фьючерс, там, допустим, на акции «Газпрома». То есть это что? Это воздух. «Газпром» кинул денег для ликвидности, а люди играют, покупают, продают. Ну, для спекулянтов специально, да? Вот силиконовые вот эти вот на недвижимость примерно такая же штука. То есть несуществующая. То есть в основе там лежит 1% какой-то реальной недвижимости, а 99% — это вот воздух, который играется. Вот это называется силиконовая сертификат на недвижимость. И многие банки, как дурные банки, они покупали вот эти силиконовые сертификаты на недвижимость. И, конечно, когда потом рухнул рынок, он дал свое знать и у нас, кто помнит, да? Так вот, посмотрите, почему это все происходило. Происходило по одной простой причине тогда, что человек-инвестор надеялся на то, что я где-то работаю, я куплю каждый месяц на 100, на 200, на 500, на 1000 долларов. Вы помните фильм «Особенно «Волк Уолл-стрит»»? Помните, да? Кто видел этот фильм? Ну, посмотрите, кто не видел. Ди Каприо играет. Это реальный человек. Я, кстати, у него на тренинге, он приезжал в Москву, Джорнан Белфорд, был на тренинге по продажам. Конечно, продавец изумительный он. Молодец парень. Отсидел срок там какое-то за мошенничество. Но кто помнит, начало, когда он уволился, пришел на работу, ему говорят «50% комиссион». Помните? И как он, да, им продавал там. Помните этот момент? Так вот, людям продавали надежду. «Купи сейчас на 10 тысяч долларов, через 3 месяца выйдем на IPO, ты сможешь продать за 100 тысяч долларов, и все, купишь жене новую машину, поедешь отдыхать». И человеку рисуют эти картинки по телефону, он как дурной, извините, слово это часто говорю, ну как дурной, отписывает или карточку дает, говорит, спеши. А так как все в кредит еще брали, да, все, пожалуйста. И люди на этом спекулятивном способе мышления зарабатывали, конечно же, большие деньги. И это была проблема серьезная, потому что люди не думали о том, а куда реально деньги вкладываются. А что это будет производиться? А будет ли это вообще востребовано в первую очередь, да? И вот получается, какая интересная вещь, дорогие друзья. Вторая причина в том, что там не было заинтересованности самих людей по привлечению средств. Ну, к примеру, здесь вот можно привлечь средства путем краудинвестинга, то есть через краудинвестинговую платформу, к примеру, да, прийти и сказать, вот я хочу здесь сделать то-то, то-то, давайте денег кому не жалко, и я вам дам долю. И здесь, ну, кто услышал, кто понимает, а кто понимает, по крайней мере, во всем мире людей, 5%, кто понимает, разбирается в инвестировании. Основная масса людей, вот вообще, для них, говоришь слово инвестирование, как самое страшное слово. Когда-то Форекс был самое страшное слово, а теперь ты будешь инвестором. Вау, не хочу, не надо мне никакого инвестора. Почему? Знают инвестор, значит, сейчас деньги у меня заберут. И деньги никогда не отдадут уже, понимаете, да? Таких людей 5%. И поэтому услышать, увидеть какую-то вещь, ну, очень, как бы, тяжело. Особенно, если здесь, ну, нету прямого общения, такого вот общения, как мы это с вами делаем. Но если бы вот здесь вот была система многоуровневого привлечения средств бизнеса, да, когда не только одноуровневое получение процентов, а еще любой человек, который привлекает другого человека, может за то, что деньги идут сюда, получить какой-то процент, это меняет ситуацию. За 70 лет истории многоуровневого бизнеса 28% людей работают в системе многоуровневого бизнеса. И такие компании, наверное, известные, кто слышал, там, Amway, Herbalife, Mary Kay. Слышали, да? А кто работает в системе многоуровневого бизнеса? Есть такие люди? А кто работал, может быть, и ушел? Есть, да? Ну, много людей. И в общей сложности в мире 35% людей, которые работают, ну, то есть 28 плюс 7% еще, да, это люди, которые работают на комиссион, потому что на многоуровневом бизнесе тоже люди работают на комиссион. То есть комиссионное вознаграждение. Я даже в Америке был в круизе и познакомился с нашим одесским товарищем, думал, что он, ну, еврейская национальность. Он говорит, не, ну, у меня жена еврейской национальности, а я, у нее, как говорится, в детдоме, говорит, я сирота, ну, а что там, все переехали в Америку, и я переехал вместе с ними, что делать? Так вот он работает каким-то инженером, а я говорю, ну, а я вот типа сетевой маркетинг, многоуровневый бизнес. Он говорит, а, это типа на комиссион. Не, я не люблю работать на комиссион. Оказывается, в мире есть 35% людей, взрослых, которые любят работать на комиссион. То есть им не надо зарплата. Ему лучше, он там час поработал или два, или пять сегодня, ему не нужен начальник. И таких компаний огромное количество. Страховые фонды, недвижимость, то есть это риэлторы и брокеры по недвижимости, да. То есть это люди, которые не работают на зарплату, они работают за комиссион. Таких людей 35% вообще в мире, чтобы вы понимали. И получается, эти люди уже привыкли получать комиссион. Это, кстати, и агенты инвестиционных компаний. Я работал со многими инвестиционными компаниями, брокерскими компаниями. Но там была всегда одноуровневая система выплаты. А в многоуровневом бизнесе, продуктовом бизнесе, она система многоуровневая. И в основном, еще примерно до 2003 года, до 2004, в основном все компании, люди работали в системе многоуровневого бизнеса продуктового. Потом появились некоторые инвестиционные компании, которые начали продвигать инвестиционные возможности через многоуровневый бизнес. Но потом оказалось, что это пирамиды самые настоящие, пирамиды, жулики, которые рассказывают красивые вещи, а на самом деле там ничего хорошего нету, то есть самое настоящее, либо пирамида, либо жулики. Пирамида отличается от жуликов тем, что в пирамиде существует такая же система, как многоуровневая, вот тоже она существует, то есть есть первый, второй, третий уровень, но в основном вот таких пирамидальных структур 4-5 уровней, ну как бы так, может быть 8. А жулики, у них нет никаких, у них одноуровневая рефералка и все. И вот если говорить об МММ, то МММ, помните 11-й год, ну это чистейшая компания жуликов, которая вот, скажем, одноуровневая система. А вот есть другие компании, забываю их название, много в Украине, по крайней мере, сюда они докатились, в Крым, это чистейшие пирамиды. Пирамиды, там каждый месяц нужно платить деньги, ну и так далее, и так далее. И что получается, что в этой системе работает 28-35% населения, и они бы хотели иметь комиссионное вознаграждение от того, что они делают. То есть это нормально. Почему, если я работаю в страховом бизнесе, привлекаю инвестиции, лайф-страховки, получаю премию, а тут вдруг есть, почему в свое время с линейных страховых компаний ушли в многоуровневые страховые компании. Потому что там многоуровневая система. Ты обучаешь людей, занимаешься образованием, еще можешь им получать от сети. А если эта сеть развивается в разных странах мира еще, то это вообще просто великолепно. И вот когда существует и многоуровневая система бизнеса, и инвестиционная система бизнеса, это называется сегодня многоуровневый краудинвестинг, вот тогда любой проект, он посилен. Любой. И если рассматривать сегодня проект вот точно так же, если мы подойдем, опять же, вот он, 21 век, здесь Skyway. Анатолий Дарчуницкий три с половиной года назад обращается к нам, к людям, к потребительскому обществу. Ребята, я создаю такой великий проект. Ну, кто еще не знает, что такое Skyway, сейчас будет презентация Skyway, а после меня Игорь Парутенко сделает. Мы собрались и объединились в общество. Три года назад, 1 октября, вообще 4 сентября мы подписали контракт с компанией Skyway, создали фонд Skyway Invest Group по финансированию компании Skyway и внедрению новой технологии транспортной в мир. И за эти три с половиной года, когда мы начинали, конечно же, я, когда познакомился первый раз с сайтом Анатолия Дарчуницкого именно по Skyway, я думал, что это очередные жулики или очередная пирамида. Более того, человек, который меня познакомил, спросил, говорю, вообще, дедушка этот жив или нет? Он мне говорит, ну, жив вообще. Зашел в Википедию, смотрю, да, еще живой. Да, действительно, много чего создал. Думаю, вот это под него сейчас, он создал, а на нем деньги кто-то делает. Вот это мы красавцы просто. Я говорю, а он вообще знает, что вы на нем деньги делаете? А мне говорят, да нет, вообще это он и создал. Говорю, как он создал? Да меня вообще это было, знаете, таким легким шоком. Объясню, почему. Все разработчики, с которыми я сталкивался, а я с финансами, вот, скажем так, в инвестициях, в инвестиционном бизнесе я с 97-го года, в этом году 20 лет. Вот весной 97-го года я профессионально работаю в инвестиционном бизнесе. 10 лет, 20 лет. И все разработчики, с которыми я сталкивался, ну это, извините, что я так скажу, наверное, если здесь разработчики, но это больные на голову люди. С ними тяжело вести беседы. Когда начинаешь финансово какое-то с ним планировать вещи, они говорят, вам, финансистам, лишь бы прибыль, лишь бы то, лишь бы все. Это нужно людям, вы что не понимаете там. Начинают ругаться очень сильно. Ну, серьезно говорю. И тут Юницкий все это создал. Я говорю, как, он все создал сам? То есть я понимаю, что он и бизнесмен, и он разработчик, и он еще и создал такую вещь, еще и многоуровневый, тогда 4 уровня было на сайте РСВ. Думаю, вообще шикарно просто. Я говорю, я хочу с ним поговорить. И мы с ним поговорили 22 февраля, должны были полчаса, поговорили 2 часа. Он мне рассказал о космической программе еще. Я сказал, Анатолий Ильич, я ваш. На тот момент у меня была Академия частного инвестора в 2011 году. После кризиса 2008-го я стал банкротом в 2008 году второй раз в жизни. Первый раз в 1998-м, второй раз в 2008-м. И самое интересное, стал банкротом по причине, вот кто помнит 8 правил частного инвестора, есть одно из правил, которое называется «жадность ведет к разорению». Какое это правило? А? Да. Да, не будь жадным и ленивым. Но не будь жадным и ленивым, я называл, что эта жадность ведет к разорению. И за счет жадности, где 95% моих активов было в украинской недвижимости, естественно, я прогорел и стал банкротом из-за этого. И я понял, что, имея знания в финансах и инвестировании, я понял, как нас, государственные чины, просто взяли и развели. Вот даже тех, кто имел знания в финансах и в инвестировании. И вот, познакомимся с Анатолием Юнистским, я просто обалдел, что он, ну я понял, что он натерпелся за эти 37 лет тогда, он уже прошел и Крим, и Рым, у него несколько раз хотели лишить бизнес. Я один из вопросов взял, говорю, Анатолий Юнистский, кто у вас генеральный директор, кто вообще совет директоров? Он говорит, никого, я один. Хватит, у меня уже был совет директоров. Меня уволили и забрали мою компанию. Ну, как у Стива Джобса, кто помнит, да, забрали компанию. Она говорит, поэтому я один. Я говорю, вот это классно. Она говорит, а почему это? Ну, потому что, я говорю, извините, если у вас 400 миллиардов ваши активы, то есть ваша интеллектуальная собственность, если кто-то позарится, говорю, это бы проблема, я бы, наверное, подумал бы. А так, если вы один, это все супер, я прихожу к вам. И тогда в Академии частного инвестора у меня было уже 35 стран-клиентов русскоговорящих, 10% людей, которые я сделал такой скрытый опрос и понял из этого вопроса, что 10% людей это финансово богатые люди, то есть зарабатывающие более 10 тысяч долларов в месяц. И я пригласил его на вебинар Академии частного инвестора, он выступил, и пошли большие-большие финансы, и после этого все началось строиться. И за эти 3,5 года Skyway сейчас предоставил эко-технопарк. У нас есть уже 3 системы, 2 городских, 1 грузовая, 3 городских даже. Это Unicar, это Unibus 14-местный, это Unibike и это грузовая система. Сейчас уже совсем чуть-чуть, может быть уже даже получили, а может надо узнавать будет. Первый этап сертификации, когда люди, мы простые уже можем, ну мы, во-первых, весь совет директоров SWIG приедет прокатиться на 14-местном Unibus. Вы видели уже Armand, кто видел, прокатился на двухместном, там можно без сертификации прокатиться. А вот уже 14-местная обязательно должна быть сертификация, и вот это первый этап сертификации. И уже весной 2018-го, в марте, в апреле мы получаем полную сертификацию, о чем это говорит, все это можно уже строить, и она будет введена. И кто видел видео, тот человек, который зарубил Юницкого в 2001-м году институт и сказал, что все это чепуха, все это не будет работать, когда приехал сейчас, просто обомлел и упал, как говорится, на попу от увиденного, то, что построено, за народные деньги. У нас крупных инвесторов, фондов инвестиционных, государственных денег у нас нет. Самый крупный инвестор, которого я привлек, он здесь с Крыма, из Тюмени, познакомились с ним в Таиланде за 15 минут, когда по пляжу мы с ним ишли, разговаривали, он уже сказал, я инвестирую 100 тысяч, потом обратно мы шли, он сказал, я буду инвестировать миллион, подписали договор на 5 миллионов, ну, проинвестировал, пока в компании самую крупную сумму только он, 335 тысяч долларов одной покупкой. Поэтому исключительно народными деньгами профинансировано, к чему я подвожу, что если новая экономическая эволюция мира, NEMI, да, это была теория и остается пока теорией, да, но компания SkyWay является основным локомотивом и такой вот градообразующей будущей транспортной артерией, где мы все это уже приводим в практику. Первое. Мы как люди уже финансируем, мы как люди, простые люди, будем на нем ездить, мы заинтересованы. Наша цель именно SkyWay Invest Group привелись 15% населения во всем мире, именно поэтому сейчас такие конференции проходят везде, прислали фотографии, в Витебске проходит конференция, полный зал, сейчас в Италии проходят конференции, в Греции, в Британии, в Англии, в Индии ездят, ребята сейчас с Италии, в Южную Америку уезжают, в Бразилию, и Колумбия, Перу и Эквадор. То есть сейчас мы подготовили специалистов, которые по всему миру сейчас ездят, общаются с людьми, и мы заинтересованы, почему в 15% населения. И кто помнит времена, когда мы дарили даже по 1000 акций SkyWay, помните такие времена? По 500 дарили, по 100 дарили, по 300 дарили, да. Сегодня мы уже не дарим, потому что они уже стоят хороших денег. Но почему мы это делали, и почему мы за то, чтобы 15% населения поддержало нашу технологию, стали соинвесторами SkyWay? У каждого 3-4 человека семья. То есть у нас гарантированно 50% будет население пользоваться транспортной системой SkyWay. То есть фактически, как только мы построим первый уже адресный проект, где будет это эксплуатироваться, это уже из NEMI в теории превратится в NEMI-практику.